СИБИРСКУЮ СТРОЙКО ЗАТИВАЛИ ТРИЖДЫ Сначала при государе-императоре Александре Третьем. Причем эту идею подали находящиеся в ссылке декабристы Бестужев, Батеньков и Завалишин. Но тогда ничего не вышло. Второй раз в глухую тайгу Преамурия и Станового Нагоря строителей направил Сталин. Но начавшаяся война похоронила все надежды что-либо сделать. И, наконец, при Брежневе намеченные планы было решено осуществить окончательно и бесповоротно. Речь идет о БАМе, Байкало-Амурской магистрали. Сегодня мы будем смотреть и обсуждать документальный фильм о том, как началась самая большая и самая последняя ударная стройка в истории Советского Союза. Эксперт Алексей Вульфов, председатель Всероссийского общества любителей железных дорог. Ведущий Виктор Баталин, начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Виктор. Ну, в истории Советского Союза было много знаменитых общесоюзных строек. Днепрогес, Магнитка, Турксиб. Но в том числе была и Байкало-Амурская магистраль. Ну, во-первых, это самый дорогой инфраструктурный проект в истории Советского Союза. Смета БАМа оказалась на выходе, когда в 89-м году дорогу приняли в постоянную уже наконец-то эксплуатацию, четырехкратно превысивший изначально заявленный размер. Для сравнения, когда строили Транссибирскую магистраль, то Транссиб трехкратно превысил ту ранее заявленную смету, которую, так сказать, Витте обнародовал. И это был повод для большого разбирательства. Там пришлось даже целый ряд ухищрений Витте придумывать, чтобы это смикшировать, этот момент. Одно из которых, кстати, дело Мамонтова. Но не в этом дело. А что касается БАМа, то денег, действительно, что называется, никто не считал. И в этой связи это был как самый дорогой, так и самый долгосрочный из советских проектов. Ни один другой проект в Советском Союзе так долго не воплощали, как строительство Байкал-Амурской магистрали. Вот тем не менее, мне кажется, что когда говорим об АМе, мне кажется, что всегда нужно политику отделять от людей. Политика – политика, а люди – люди. Ну, давайте посмотрим, как там на АМе так и называется фильм. Очень интересно, тем более я вижу, что фильм старый. Ну, 75-го года. О, это замечательно. Начинается укладка серебряного звена. И укладчик Платова, бессмертная железнодорожная машина, укладывается звено почетное. Первое звено, наверное. Да, первое звено будущей большой трассы. А что это за агрегат такой? Путеукладчик – это железнодорожная такая машина, которая позволяет сразу же брать одну единую плеть. Вначале они были длиной там 20 метров, потом 25, потом 30 метров – это уже детали путейские. Поднять ее, вынести ее вперед, вот на этой длинной стреле выносной и на заранее подготовленный, разровненный участок полотна опускается. А потом сам катится по вновь проложенному участку. Знаменитый путеукладчик Платова. Строительство Транссива началось с молебна. Как и всякое любое другое строительство царские времена – это молебен. Это идеология. Ведь великие любая тоже идеология. А здесь листовки. Здесь своя идеология. И как бы мы не относились к ней, это все равно есть, мы уже видим, что это серьезное государственное дело. Да, вот это вот очень важный момент. Остановите, пожалуйста. Лаги союзных республик. Да. БАМ действительно был стройкой всесоюзной. Мало кто сейчас помнит о том, что ведь это не только задумывалось идеологически, что все республики здесь. Но ведь они же это воплотили в архитектуре вокзалов. На БАМе железнодорожные вокзалы строились с учетом архитектуры, ну не то, что с учетом, строились в стиле, с присутствием стиля архитектуры тех республик, которые их строили. Азербайджанцы, белорусы, украинцы. То есть, если мы посмотрим на некоторые вокзалы БАМы, то мы увидим там признаки национальной стилистики. Извлекительные лица такие. Тепловоз ТМ-2. Знаете, они работают до сих пор. Вот эта вот машина брянского завода, этот маневровый локомотив, он оказался чрезвычайно удачный. И смотрите, какую интересную вещь здесь. Они традицию Турксиба здесь возродили. То есть, вот едут на оленях, на Турксибе ехали на верблюдах. Это показатель того, что прогресс приходит, так сказать, в глубинку, что называется, национальную. Да. Форма железнодорожная тех лет. Остановите, пожалуйста. Я очень такой у меня ностальгическая к этим петлицам черным отношениям. Кокарб. Кокарб. Как у летчика почти. Да, да, да. Форма была... Тогда очень такая чисто железнодорожная, самобытная. Ну, скажите, пожалуйста, вот смотрят самолеты, показывают вот эти дикие места. Никаких дорог, никаких населенных пунктов и так далее. Ну, наверное же, это были условия, которые вообще были ужасны для строительства. Совершенно верно. Виктор, когда проектировали БАМ до революции, а это произошло в 1880-х годах. При Александре Третьем. Да, еще при Александре Третьем. То экспедиция, которая прошла, они составили отчет и написали, Ввиду условий местности, строительство железной дороги здесь абсолютно невозможно. И только в 30-х годах к БАМу вернулись, когда, собственно, появляется аббревиатура БАМ. 1932 год. Байкало-Амурская магистраль. Решение о строительстве Байкало-Амурской магистрали было принято в 1932 году. Реализация проекта планировалась руками заключенных. С этой целью появился исправительно-трудовой лагерь БАМ-ЛАК. Возведение дороги началось в 1938 году. Тогда же БАМ-ЛАК был упразднен, но на его базе сформировали шесть железнодорожных исправительно-трудовых лагерей. Условия строителей были ужасными. Труд практически ручной. Жили в землянках, питались скудно. В 1942 году почти все уложенные на БАМе пути разобрали и отправили для срочной укладки вдоль Волги для снабжения защитников Сталинграда. Возобновить строительство Байкало-Амурской магистрали в полном объеме было решено в 1974 году. В том же году БАМ объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Видите, вот она, эмблема БАМа. Ну, а сама... Это гордое слово, строитель БАМа. Да, да. А сама вот эта землянка, сама, это не землянка уже, а это уже жилищ. Давайте посмотрим. Быть достаточно организован. Быть достаточно цивилизован. Хотя, конечно же, люди очень тяжелые. Ну, смотрите, вот так очень многие тогда молодые мужики ходили в этих тельняшках. Я это говорю, помню очки тогдашние, да. Это один из самых тяжелых участков магистрали. Здесь ключи от БАМа. Ну, и техники уже было несопоставимо больше, чем когда-то. Ну, я должен вам сказать так. Технику никто не считал и не жалел. В этом смысле расточительство средств было брендировано. Машина ломалась, ее бросали. Никакой утилизации, какой металлолом. То есть до сих пор там они валяются, эти брошенные? Нет, техники никакой особо брошенной я там не видел. Я думаю, в 90-е ее повывезли, поутилизировали. Но никто, автомобиль, например, который сломался, никто не будет по мелочам ремонтировать. Бросают, пересадутся на новую. Вот поэтому в четыре раза привлекли. Вот поэтому и привлекли. Когда приходили вся эта техника из Японии, в частности, к ней был комплект джинсовые костюмы японские. Естественно, из этих костюмов ничего-то водителя не дошло. Но джинса была в моде, она уходила вся на материк, на подарки. Вот не могу не сказать об авиации. Керосин велся рекой. Вертолеты работали сами, как самосвалы и как маршрутные такси. Ми-2, Ми-8 или пилоты совершали там, конечно, творческие подвиги. Пилотирование, потому что заходы на все эти площадки, это напоминало полеты к партизанам во время Великой Отечественной войны. Не было бы GPS, не было бы уже никаких современных устройств. Да и климат соответствующий. Климат соответствующий. То есть в горах это все. Плащи, смотрите, ну как будет заходить? Ну Ми-2 вот. Вот он заходит, он чуть-чуть лопастями не хватает уже по елкам. Посмотрите. Видите, как он мягенько подводит его, плавненько. Это надо быть пилотом, чтобы понимать. Вот, смотрите, еще очень важная вещь. Государство обеспечивало инфраструктуру жизни. Доктор, причем с фонендоскопом. Видите у него какое устройство? Портативный кардиограф, видите? То есть опять-таки это было, это обеспечивало. А это что такое? Это, по-видимому, они бурят что-то, точно. И бурят они шурф тоннеля будущего. Я так полагаю, что это Байкальский тоннель будущий. Вот они, видимо, начинают уже шурфы бурить для того, чтобы туда закладывать потом взрывчатку, чтобы потом туда заводить проходку. Обратите внимание на такую вещь, что, вот видите, на лицах улыбки, люди такие светлые, все. Но вообще вот это вот место, где идут эти съемки, это даван так называемый. Перевал такой, возле Северного Байкала, где потом построили Байкальский тоннель. Так вот, в этих местах, вот таких вот, где вот сейчас вот это все происходит, да, вот эти все улыбки, местное население не селилось. Что там? Что там злой дух, что там люди жить не могут. Байкальский тоннель – самый первый на Баме с западной стороны. Он считается перевальным, то есть пересекающим Байкальский хребет под седловиной перевала Даван на границе Бурятии и Иркутской области. Строили тоннель 10 лет. Его длина – более 6,5 километров. Сооружение рассчитано на то, чтобы выдержать любое землетрясение, так как местность, где находится тоннель, считается сейсмоопасной, с возможной активностью толчков до 9 баллов по шкале Рихтера. Самым длинным тоннелем на Баме считается Северомуйский. Его длина – 15 километров 343 метра. Северомуйский тоннель сооружали 26 лет. Движение по нему было открыто в конце 2003 года. Байкальский тоннель построили успешно, а Северомуйский – с большими скорбями и проблемами, и с гибелью людей, и с… Это не в 2000-е годы. В 2003 году только был достроен. Поэтому там был такой момент. Значит, злые духи мешали. Мешали, мешали, да. Но, видите, тогдашние комсомольцы в бог не веровали, да, они злых духов не боялись. Молодые. Ну, естественно, были рабочие, которые строили полотно железной дороги, но были рабочие, которые строили жилые дома. Ведь, насколько я знаю, там сразу строились поселки. Не временки какие-то, а уже капитальные. Там, когда приезжали, штукатуры, маляры тоже требовались были в чести, и бригады создавались специальными для строительства. Потому что имели большой опыт строек таких. Построили уже Абакан-Тайшет к тому времени, магистраль. Знали уже, как это бывает, и понимали, что быть – это все. Да, и поэтому это было, видите, на достаточно серьезный уровень поставлено. Ну, и потом здесь тайга кругом, леса много. Мужики есть, которым поперите. Девчонки, он, видите, облицовкой занимается деревянным домом. Алексей, а вообще, да, вы в курсе, текучесть большая была там? Нет. С БАМа до начала очаровательных 90-х никто не уезжал. Более того, к этому могла быть текучесть, когда вам, если вы работаете 2,5 года без перерыва, вам полгода отпуск после этого, чек на автомобиль, зарплата 600 рублей – это норма, по тогдашним деньгам. Для современного зрителя я скажу, что 170 рублей в 1974 году – это была зарплата кандидата на УК. Вот, машинист электровоза, если получал 300 рублей в 1974, то это уже большие очень деньги. И зарплата была 600. Опять же, государство обеспечивало снабжение фруктами. Были фруктовые рейсы на БАМ, так же, как на Краиней Север. Ходили Ан-12-е, загруженные виноградом, дынями, помидорами, арбузами. Снабжение было очень прилично. Кругом охота, рыбалка. Они молодые, им все это интересно. БАМ – это получилась как бы отдельная семья в советском государстве. По образу мышления, по воспитанию, по привычке жить хорошо. Да и по возрасту. Это были БАМовцы. Там ведь, кстати, на БАМе были еще такой романтический подход к женщине, а не то, что сейчас. Там, когда читаешь письма, вот переписку, сейчас они опубликованы, это действительно такая любовь, это такие настоящие чувства. Это желание, это семейное мышление. Это не потребительское мышление в общении полов, а семейное мышление. И оно поддерживалось государством. Обратите внимание, вот вышеупомянутые джинсы, которые одет человек по тем временам. Это роскошь неслыханная. Здесь, в тайге, под рукомойником, в этих джинсах замечательно. Батюшки, это была мечта. У меня было так. Это был шик по тем временам. Четыре дорожки, несколько скоростей. И ведь всю запрещенную песню и не запрещенную, а Куджава, Висбора, Высоцкого слушали с этих магнитофонов. И Битлз. И Битлз. Это была, это была поэзия быта тогдашнего. И на Баме, я уверен, что этот магнитофон берегли вообще особым образом. Был человек, который за него отвечал. Наверное, он был все-таки не один. Вот, пожалуйста, будущая парочка наверняка. Может быть, да. Да, да, да. О, ничего нет, а школы уже нет. Вот именно, Виктор. Вот это тоже показатель державности. Государство думает, в первую очередь, о чем? О том, чтобы был гражданин. Ничего еще нет. Из вагончиков питание, на вертолетах бочки с бензином. Бог знает, какие вагончики. Вон, деревянные жерди мы видели, там стоят вагончики на березовых, там, этих стойках и все. Школа уже есть. Хорошая школа. И хорошая. И, видите, это из всего, что сейчас мы видели, самое красивое здание из всего, что мы пока видели вот в этом фильме. Посмотрите, потому что это школа, это должно было быть достойно детей. Ай, смотрите, это они для деток уже построили городок такой, да? качельки. Обустроили. Качельки обустроили им, да, детей на баме очень любили. Вот смотрите, это они укладывают земляное полотно, так называемое. Вот в сооружении железных дорог самой доходной, самой такой вот частью, которую легче всего замаскировать и скрыть, была вот эта часть. Но предки наши, когда строили трансфеп, большую часть этой работы провели руками. То есть были тачечники, была тачечная воска, которые просто вот землю возили тачками, и вот так, как сейчас вот этот крас высыпает, вот так же отсыпали землю, будущее полотно, будущей линии, как вот это делают они сейчас. Ну, как видите, вот когда техника работает, посмотрите, какой огромный объем работ надо выполнить и сколько грунта. перевезти, а тем более там, на мерзлоте, на севере, чтобы проложить одну колею рельсового пути. Посмотрите, сколько машин, какое громадное количество было перевезено и перелопачено его. Бульдозерами, а не руками. Ну, бам, строился вот когда, в самом начале, как сразу двухпутный или сначала один путь проложили? Однопутным, конечно. А второй путь потом? Потом, да и то только между Тында и Веркокитом, там, по-моему, вставки есть, а так, ну, где уж там, какой там второй путь. Тут было, дай бог, нитку-то соединить. Ее тут 11 лет соединяли. Ну, наверное, вот подобные мосты, это, наверное, временные, не постоянные. Постоянные. Постоянные? причем, смотрите, это уже нет, конечно, вот она уже, вот они, болты, по-моему, мост не клепанный, а болтовой, но мосты, это отдельная страница, я бы сказал, не истории БАМа, это отдельная страница истории России, к огромному сожалению, в обществе неизвестная и малопопулярная, но русские прославились этим на весь мир. Посмотрите, нет, это уже все, это уже будущий мост, это пролетное строение моста. В этом смысле на БАМе, конечно, были проведены уникальные работы. По количеству мостов, по трудности их строительства, сложнейший геологический рельеф, мостовая поэма БАМа, мостовая Одиссея БАМа, это просто отдельная страница истории всего государства. Байкало-Амурская магистраль пролегает по территориям трех областей, Иркутской, Читинской и Амурской, по двум республикам, Бурятии и Якутии и Хабаровскому краю. Железнодорожная трасса пересекает 11 полноводных рек, самый крупный из которых Лена и Амур, А самая строптивая, Витим, та самая легендарная угрюм река. Для преодоления всех водных препятствий строители магистрали соорудили 113 крупных мостов, 636 средних и полторы тысячи малых. Самый знаменитый, так называемый Чёртов мост, полукруглый виадок на Севрамуйском обходе Байкало-Амурской магистрали, единственный с такой конструкцией в России. Говорят, что железнодорожники очень боятся этого виадука и каждый раз крестятся, когда проезжают по нему. Вот видите, в результате этих всех трудов они, вот сейчас, вот она, видимо, намечена, это общая трасса дороги. Как правило, она идёт вдоль берега рек Таёжных, и когда едешь с Тинды в Беркакит, то увидишь, что большинство этих рек полностью изуродованы драгами. Все русла рек, прилегающие к линии непосредственно, все перелопачены, грунт, камень весь перекорёжен драгами, и, конечно, экологический ущерб очень большой. Но это трогательные кадры будущей трассы. Когда смотришь на карту, можно подумать, что пункт А, пункт Б по линейке проводят прямой путь. Когда видишь на самом деле, как идёт дорога, то понимаешь, что это совершенно не так. Совсем не так. В этой местности нет другого способа проложить дорогу, как два. Первый – это долина Мерек, как идёт весь транссиб забайкальский. Долина Мерек, распадок, низина, более или менее ровный профиль, более или менее относительно, хотя тут на некоторых участках подъёмы доходили до 40-тысячных, людей высаживали, и людей не везли по этому участку обхода тоннеля в поезде, не желая рисковать, потому что слишком крутые уклоны провозили на автобусах по автомобильной времянке вокруг него, они выходили и там дальше садились в поезд. Вот какие трудности. Но в основном это либо низинный путь долины и реки, то есть всегда изыскатели всегда ищут наиболее удобные распадки для этого. И второй вариант – это, конечно, тоннели. Тоннели и скальные вырубки. Других вариантов нет. Дорогие товарищи, уважаемые гости, сегодня в жизни транспортных строителей центрального участка Байкала-Амурской магистрали большое и радостное событие. Ага, это вот открывается большой мост, идут пешком перед поездом, вон как. Ну, в старину шли с хоругвями всегда перед паровозом, здесь идут, естественно, с красным знаменем, идут перерезы. Путь на Амур – праздник, это огромное событие для них. То есть, один из первых мостов. И тепловоз Т-3. Я не могу без волнения говорить об этих машинах, которые, это бамовский, классический тепловоз Т-3. Эта машина выдержала все тяготы строительства, все тяготы этих первых передвижений, перемещений. Путь был временный еще. Она везде про него проходила, она в 45-градусные морозы держала. Это был очень тяжелый тепловоз для локомотивной бригады, очень шумный, очень вибрирующий, но надежный. Тепловоз Т-3 является самым массовым магистральным дизельным локомотивом в Советском Союзе. Он был спроектирован в начале 50-х годов 20-го столетия и до середины 90-х считался флагманом железных дорог страны. Его строили три завода в Харькове, в Коломне и в Рашел-в-Граде, ныне Луганск. В 1957 году машина претерпела изменения в дизайне. Кабина машинистца стала высокой, широким обзором. В каждой секции тепловоза стоит дизель мощностью в 2000 лошадиных сил. Максимальная скорость локомотива 100 км в час, что давало возможность машине водить, в том числе и пассажирские поезда. Сегодня эксплуатация данного типа тепловоза в России прекращена, однако в ряде бывших республик СССР Т-3 продолжает работать. Мне доводилось немножко, так сказать, попрактиковаться, застать еще эти тепловозы, и, конечно, как верблюд корабль пустыни, так Т-3 это тепловоз БАМа, так же, как ТМ-1 и ТМ-2. И, конечно, это открытие магистральное декорство. Это ваша любовь, да? Это моя, это моя не то, что любовь, ностальгия, как и, в общем-то, все, что показывают. Ну, вот фильм с 75-го года «Начало строительства», мы его с вами посмотрели, масса техники, масса хороших, молодых лиц. Ну, что, и все последующие годы так и было? Нет, конечно, были очень драматичные 90-е годы БАМа, когда он чуть не погиб. К счастью, нынешнее правительство России пересмотрело взгляд на БАМ, его ждет новое развитие, оно уже происходит, и так или иначе эти прекрасные молодые лица, эти руки молодые построили эту дорогу. Это все было не зря. Это было не зря, это было не зря во всех отношениях, я твердо верю, что ждет ее развитие именно географическое, то есть тянется дорога в Якутск, в Якутию. Эта дорога, безусловно, возьмет на себя часть перевозочной мощности, Транссибы уже берет, на ней работают сейчас современные локомотивы, современные электровозы. Государство могло себе позволить построить эту дорогу, есть история процесса, есть история результата. История процесса это трудности и противоречия, а история результата это вот этот путеукладчик, который в 1984 году все-таки уложил последнее звено и дорогу все-таки соединил. Поэтому, когда говорят славу Баму, я с этим соглашаюсь, безусловно, уже хотя бы ради памяти о труде и чистоте человеческих сердец на этой стройке. Да будет так. Спасибо, Алексей. Спасибо и вам, Виктор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин